МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа «День города» и Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Быть солдатом, жить вечно. В Академии ФСИН традиционная историческая реконструкция в честь Дня Победы. В единстве сила. Росгвардейцы провели ежегодную акцию. Прохожим вручали георгиевские ленточки. Сотрудники регионального управления Росгвардии регулярно накануне Дня Победы проводят акцию под названием «Георгиевская ленточка». Сотрудники разных ведомств раздают один из символов Победы – небольшую георгиевскую ленточку. Наша съемочная группа побывала на одной из таких. Здравствуйте, здраво. Спасибо. Вас также. Спасибо. Акция «Георгиевская ленточка» всегда проходит под девизом «Я помню, я горжусь» в память о воинах, погибших при защите Отечества. В преддверии Великого памятного дня для нашей страны, Дня Победы, мы ежегодно проводим акцию по раздаче георгиевских ленточек всем гражданам, которым не безразлично, что и как происходило, и что происходит сейчас в стране. Подобная акция прошла и в подразделении лицензионно-разрешительной работы, на улице Почтовой и в районах области. Рязанцам вручали георгиевские ленточки и напоминали, как правильно их носить. Например, размещать ленточку нужно на груди, в районе сердца. Можно также закрепить на плече или в воротнике одежды. Главное – подколоть булавкой, чтобы лента не трепалась на ветру. Сотрудники Росгвардии напоминают, что георгиевская ленточка – это не просто украшение, это прежде всего знак гордости и благодарности тем, кто защищал и защищает страну. В преддверии празднования Дня Великой Победы советского народа в войне с гитлеровской Германией в Академии ФСИН России традиционно проходит праздник, центром которого является историческая реконструкция. Ценой собственной жизни спасли раненого товарища. Прорывавшиеся на помощь однополчане, израсходовав все патроны, были вынуждены сражаться с противником рукопашной схватки. Традиция проводить реконструкции на плацу Академии в преддверии праздника в Афсине появилась в 2015 году. Сюжеты всегда разные, берутся не только фрагменты знаковых битв, но и малоизвестных сражений, которые все же повлияли на ход войны. В предыдущие разы мы посвящали нашей реконструкции подвигам партизан. Прошлый год у нас запомнился подвигом королева, легендарного советского боксера, который смог в рукопашной схватке уложить ударом кулака несколько немцев и вынести с поля боя своего раненого товарища. В этом же году мы расскажем и покажем подвиг двух женщин-снайперов, которые были отрезаны от основных сил своего подразделения. На себе вынесли раненого снайпера, мужчину Новикова, который был тяжело ранен в бессознательном состоянии. Наталья Ковшова и Мария Поливанова в ходе операции погибли, а вот снайпер, которого они спасли, дошел до Берлина, оставив на стене Рейхстага послание не только о себе, но и о двух храбрых и самоотверженных девушках-снайперах. Мою героиню зовут Наталья Ковшова. Она со своей подругой Марии Поливановой участвовали в Великой Отечественной войне. Они были снайперами. Во время одного из захватов они взяли огонь на себя, все самым забрав жизни несколько десяток немецких захватчиков. Я считаю, что подвиг Натальи Ковшовой и Марии Поливановой был очень важен в ходе Великой Отечественной войны. Поступок этих девушек стал одной частью этой Великой Победы. И таких сюжетов в истории Великой Отечественной войны много, когда русские солдаты ценой собственной жизни делали шаг на пути к общей победе над фашистским захватчиком. В Академии ФСИН на патриотическом воспитании делают акцент не только в преддверии Дня Победы. В процессе обучения все Дни воинской славы у нас отмечаются. В виде викторин, в виде научных конференций, в виде творческих номеров. Каждый День воинской славы, он придает, в общем-то, такой неподдельный интерес тем курсантам, которые вновь прибыли. И понятно, что вот эти вот все мероприятия, которые мы проводим в Дни воинской славы, они, безусловно, положительно влияют на тот фон, на тот положительный фон, который формирует в коллективах самосознание у молодых людей. А еще в Академии с 2005 года есть клуб «Поиск». В рамках патриотического объединения курсанты вместе с преподавателями выезжают на раскопки, чтобы поднять останки солдат Красной Армии и захоронить с воинскими почестями. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Все чаще можно услышать, что между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией много общего. Солдатам помогает победить мужество и героизм, а в подразделениях – обученные и умелые военные. В преддверии Дня Победы наша съемочная группа пообщалась с ветераном Великой Отечественной Александром Шумкиным и ветераном СВО Виктором Кучеренко. Оба служили минометчиками. Валерий Седов попробовал провести параллели. «Отдельные учебно-стрелковые роты. Он там, говорит, стал нас опрашивать, кто как. Ну, говорит, у кого там такое образование. Я сказал, ну, у меня 9 классов получается. Он говорит, ну ладно, пойдешь, минометчиком будешь у нас». Александр Шумкин на фронт попал в 17 лет. В военкомате соврал, что метрики свои потерял и, дескать, уже совершеннолетний. Парню поверили, направили в учебку. Правда, учился он не на минометчика, а на авиационного моториста. Через 5 месяцев в 44-м отвезли в часть. Там Александр Шумкин заболел ТИФом. Так, собственно, в минометчики и попал. 24 февраля 22-го года, когда началась специальная военная операция, ну, как бы ждал-ждал, повестка не приходила долгое время. Потом поступило приложение как раз вот от БАРСа, это бывая армейская резерв страны, пойти добровольцем. Кочется добровольца? Я, да, почему нет, согласился. Виктор Кучеренко попал в сводную козячую бригаду «Дон» батальон «Листань» по распределению артиллерия. Собственно, как и Александр Шумкин. С разницей лишь в 78 лет. Я сначала плиту таскал, третий номер. А потом ствол. А потом уже к концу там сказал командир Розы Петренко, будешь командиром миномета в расчет? Это война. Там нет, кто-то тащит плиту, кто-то трубу. Нет. Мы один склаженный коллектив, каждый друг друг, как говорится, одна большая команда. Там нет апреля, кто-то что. Что раз машина пришла, кто-то снаряд тащит, кто-то миномет вытаскивает там и все. То есть бывая большая команда, все у нас слаженно было. Мы как бы с полуслова друг друг понимали. Что в Великую Отечественную, что в СВО миномет разбирается на три части. Ствол, двуногая труба. Правда, если 80 лет назад каждая деталь весила по 20 килограмм, то сейчас общий вес 120-мм миномета около 200 кило. Стреляли мы, а там откуда мы знаем, какой там результат. Говорят, что пошли вперед. Ваша стрельба помогла. Мы работали по системе качающего миномета. То есть, как бы командир определяет тактику, как мы должны воевать. Допустим, пришла у нас координата по цели, мы двигаемся за данный квадрат, выставляем миномет, отрабатываем по данной цели. Быстренько, как говорится, скоропостижно уезжаем оттуда. Чтобы у них же также работает контрбатарейная борьба, чтобы нас, как говорится, не засекли. Потому что уже, я вам скажу по личному опыту, через 7 минут летит обратно. Оба получили ранения. Александра Шумкина ранила в руку. Ветеран говорит, что сам не понимает, как так вышло. Ладонь ранила то ли осколком, то ли взрывной волной. Смеется, говорит, в санчасти зашили, даже шину не накладывали. И отправили обратно. Командир только снарядил на кухню, чтобы рука восстановилась. А после снова в бой. Виктор Кучеренко получил контузию. Пришло, как бы, координат по цели, выдвинулись в заданный квадрат, разложились. И птичка нас, как бы, скорректировалась. Увидел, что мы, как бы, начинали. И начал по нам работать гаубец-трисемерки. Как бы, как все обозвали, три топора. Вот. Я, как бы, этот звук я никогда не забуду. То есть, там даже не то, что земля ходуном заходила. Там деревья плясать начали. То есть, там прилет был такой хороший. Ну, ничего. Как говорится, голова зашумела. Ну, ничего. С Божьей помощью. Нормально. Что Виктор Кучеренко, что Александр Шумкин оба дослужились до командира орудия. Последнему дали еще звание старшего сержанта, перепрыгнув через одно. Сержантское. Александр Шумкин награжден орденом Отечественной войны второй степени, двумя медалями за боевые заслуги, памятным знаком губернатора Рязанской области за усердие и благодарностью от земли Рязанской. У Виктора Кучеренко медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. После войны Александр Шумкин окончил Горьковское военно-политическое училище, танковый факультет. В 62-м военно-политическую академию имени Ленина. Сейчас полковнику в отставке 98 лет. Виктор Кучеренко после окончания контракта вернулся в Рязань. Говорит, все взвесил и решил помогать бойцам отсюда, с тыла. Стал заместителем руководителя по общественным проектам филиала фонда «Защитники Отечества» по Рязанской области. И помогает другим ветеранам специальной военной операции, ребятам, которые мужественно встали на защиту Отечества. Уважаемые рязанцы, поздравляю всех от души, от фонда «Защитники Отечества», от ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. Хочу поздравить с днем Великой Победы. Партнер программы «День города» – мобильная выставка-ярмарка «Икра и рыба Камчатская». Свежие и вкусные морские деликатесы с Дальнего Востока к вашему столу до 11 мая включительно возле торгового центра «Премьер». Празднование Воскресения Христова в церкви не заканчивается вечером праздника Пасхи. Целых шесть недель церковь во время богослужений вспоминает главное событие человечества. Как именно она это делает и что происходит в это время в храме в нашем сюжете. Святая Седмица или как ее еще называют Пасхальная неделя – это семь дней, когда верующие православные радуются Воскресению Христа. В эти дни в церквях почти не читают богослужения, а поют. На протяжении всей Светлой Седмицы царские врата православных храмов раскрыты настежь до субботы. Всю неделю после богослужения проводятся крестные ходы. На Пасху в храмах освящают особый хлеб – артас. Всю Светлую Седмицу он стоит у иконы Иисуса Христа справа от царских врат. А в последний день недели перед Антипасхой, первым воскресеньем после Пасхи, его раздают прихожанам. Считается, что он помогает болеющим, поэтому есть его следует только в особых случаях. Существуют и обычаи, связанные со Светлой Седмицей. Так, например, нельзя предаваться унынию и грусти, стоит избегать тяжелого физического труда. Конечно, мелкими бытовыми и неотложными делами заниматься можно. А вот венчаться и справлять свадьбы до конца Светлой Седмицы православная церковь настоятельно не рекомендует. Россия окружена морями и океанами, которые богаты различными видами рыб. Однако до центральной части страны вкусная, а главное, качественная продукция добирается редко. В последние дни около торгового центра «Премьер» настоящий ажиотаж. Там работает выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Накануне длинных выходных, как нельзя кстати. Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская» снова в Рязани. На ярмарке у торгового центра «Премьер» можно приобрести рыбные деликатесы холодного и горячего копчения. Ярмарка проработает до 11 мая включительно. Чивыча, палтус, нерка, белорыбицы и омуль. Поле 35 видов рыбы, холодного и горячего копчения, а также слабого посола. На том же месте, что и всегда. Как говорят сами покупатели, в магазинах такого ассортимента рыбы сегодня нет. Да и свежесть, которую предлагают на выставке, большая роскошь. Здесь много чего можно купить. Чивыч очень хорошее, белорыбица. Ну, все свежее и качественное. Икру купила. Люблю морепродукты. Чарующий аромат так и манит к прилавку. Чивычу любят за неповторимый вкус и свежесть белорыбицу, затающая прямо во рту нежное мясо. Также в ассортименте мобильной ярмарки икра натурального посола. Красная, да еще на бутербродном сливочном масле. Деликатес, который обладает полезными свойствами. А еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы, а также активизируют обмен веществ. А здесь она еще и рассыпается. Зернышко к зернышку. Просто загляденье. Расскажите нам, какую рыбку любите. Белорыбицу люблю, потому что она вкусная. Нежная, мягкая. Что еще доложить? Супруга ваша сказала, что... И очень хорошо к чаю идет и кофе. С утра, когда ничего не лезет. Ну, полезно, конечно. Попробуйте, и вам понравится. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно у торгового центра «Премьер». До 11 мая включительно. Мобильная ярмарка с камчатской рыбкой ждет вас. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 6 по 11 мая. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова